Всем привет дорогие друзья! Ну что ж, новый видос с новой покупочкой. Мне стыдно говорить это, но я купил ВАЗ-21099 за 50 тысяч рублей. Опять на те же грабли. Короче, я купил очередную Никруху, которую я сегодня вам покажу, на которой мы сегодня с вами прокатимся, сделаем ее обзор и уже займемся так или иначе техничкой этой машины. Короче, предложили мне машину ВАЗ-21099 99 года и я не смог удержаться. Все почему? Потому что она заряженная. Я сейчас это рассказываю без приколов. Досмотрите видос хотя бы до середины и поймете, что машина действительно заряженная. Знаете, собирательный образ. Эта машина как собирательный образ того тазика, который я сам хотел, когда мне было там 18-19 лет. То есть, эту машину уже, в чем прикол, затюнинговали до меня. То есть, машина уже, ну, максимально протюнингована. Там, конечно, есть чем заняться. Но это именно тот старый ламповый тюнинг. То есть, тех лет, когда я был юный, когда я еще ходил там с телефоном, ставил себе на заставки разные лады, знаете, ну, только мечтать мог об отечественном автопроме. И весь тюнинг, который вы сегодня увидите в этом автомобиле, он именно из той эпохи. И это круто, он не тронутый. То есть, мы как в заповедник сейчас с вами попадем. Ладно, перед тем, как тачкой, будем смотреть тачку, будем тачкой заниматься, я все еще на даче. Короче, я там 2 серии назад, или сколько уже, 3 серии назад закрыл дачный сезон, и до сих пор живу на даче. Раньше времени я это все сказал, что я отсюда сваливаю. Мне нравится. На даче вообще кайф. Отопление работает. На улице там 5 градусов. В доме, ну, 22-24. Ладно, ребят, машинка стоит на лужайке. Пойдемте смотреть. Друзья, только сильно не пугайтесь, когда увидите машину. Я вас очень прошу. Я тоже, когда при свете дня ее увидел, мне стало плохо. Захотелось блевануть. Ну, пожалуйста, давайте без этого. Короче, все готовы, надеюсь. ВАЗ-21099 в 2024 году за 50 тысяч рублей. Что мы имеем? Все, показываю. Вот, ребята, вот такой вот шрот. По-другому не назвать. Вот такая 99-я. Куплена по дну рынка. То есть это даже не низ рынка. Даже несмотря на то, что это автоваз, 50 тысяч рублей сейчас стоят машины. Ну, просто ведра, которые даже не перемещаются. Которые не могут заводиться. Которые требуют какого-то серьезного капитального ремонта. Эта же машина полностью на ходу. И более того, как вы видите, я на ней приехал на дачу. Абсолютно спокойно. И все с ней хорошо. Машина эта непростая. И начать хочется с одного очень важного фактора. В этой машине тюнинговый двигатель. Здесь мотор мечта, наверное, сотен, если не тысяч, дворовых пацанчиков, которые ездят на тазах. В основном на карбовых. Дело в том, что капот мы сейчас откроем попозже. Я пока так расскажу. Дело в том, что здесь стоит родной мотор 21083. Объемом 1,5 литра. Но тот, кто владел этой машиной до этого, его не устроило то, что у него мотор карбюраторный. И он полностью его переделал. Он оставил родной блок номерное. То есть оставил родное, чтобы эта машина могла дальше переоформляться. И протюнинговал его тем, что полностью собрал на карбюраторном блоке, на 21083 блоке, он собрал вокруг него инжектор. Я позже открою капот, вы охренеете. Это именно тот тюнинг, о котором вот я в своей юности мог только мечтать. У меня было очень много карбовых машин. Девятка, 99-я, пятнашка карбовая у меня была. Десятка тоже карбовая у меня была в моей юности. И я всегда смотрел на пацанов, на своих ровесников, у кого инжекторные там четырки, двинари. И мне всегда было, ну, обидно немного. Потому что у них там и бортовой компьютер, у них в мороз машина хорошо заводится. Они ошибочки могут почитать, понять, что у них с машиной не так. А я ездил к карбодидам, чтобы они мне там что-то подкрутили жиклеры. И я всегда мечтал, что когда-нибудь мой 21083 двигатель станет инжекторным. Когда-нибудь я соберусь, куплю головку, куплю все вокруг навесное инжекторное. Куплю вот ремни там, ну, вы поняли, там надо много переделок достаточно, чтобы переделать. И здесь кто-то за нас уже этот тюнинг сделал. Далее. Машина на 14-х литых дисках и на зимней липучке. Резина эта, липучка какая-то зимняя. Это Китай, 20-го года я уже посмотрел. Нордман, короче, резина. Нордман РС, 2020-го года, липучка. Единственное, машина попала в небольшое ДТП. И одно колесо, диск требует сварки. Диск надо сварить. Покрышка вроде живая осталась. Сейчас пока запаска стоит на одном колесе. Так, до недавнего времени, эта машина вся была на литосах. Но кайф этой 99-й за полтинник не только в двигателе. Дело в том, что здесь тюнинг в салоне. Основной тюнинг в салоне. Давайте откроем эту... А, подождите, евроручки забыл сказать. Евроручки открываются, закрываются. Короче, тюнинг в основной в салоне. Мир роскоши и комфорта. Смотрите, что у нас здесь стоит. Это мечта всех пацанов 2000-х. Ну и моя тоже. Пусть и старый, проперженный, вон, прожженный бычками. Это, ребята, ковш. Здесь стоит ковш. Это просто прикольно. Это так классно, ребят. Я не знаю, как вы мои эмоции сейчас, да, ну, так скажем, воспринимаете. Но, блядь, это же моя мечта была в свое время. Сейчас вот я, спустя столько лет, всего за 50 тысяч рублей свою мечту осуществил. Короче, здесь ковш стоит. Единственное, полов нет у машины. И тут вот такая проблема с ковшом сейчас случилась. Ну, пол сгнил. Короче, ковер снимем. Приварим какие-нибудь сюда салазки. И ковш будет стоять нормально. Это все починим, парни. Нет, даже не думайте. Отгнило крепление ковша. Тут 2D, 5D эффект теперь. Ладно, это хер с ним. Смотрите дальше. Дверные карты. Прошиты кожей. Вот. Кожа идет. Вот здесь кожа идет. Здесь кожаный подлокотник сделан. Подсветка двери сделана. Ну, она чуть выпадает, но она работает. Вот. Подсветка двери. Высокочастотный динамик. Мидбас стоит. Стеклоподъемники электрические стоят. Вершина всего этого. Европанель стоит. Панель от 4. С современным щитком приборов. Давайте присядем. В мир роскоши и комфорта. Руль кто-то. Вот так заморочился дико. Кто-то руль перетянул в кожу. Она реально кожаная. Смотрите. Вот швы. Вот его зашивали. Руль кожаный. Я первый раз в жизни езжу на ладе, у которой кожаный руль. Я вам больше скажу, даже вот этот гудок, всю окантовку, все вокруг тоже обшили кожей. Что не может не радовать. Прикольно вообще так. Соответственно, кожаный набалдажник. Также здесь установлена переделка КПП. Внутри КПП стоит переходник. Ну, вот этот кулиса поменена. Поменена здесь кулиса. Короче, здесь стоит спорт кулиса. Вся в сборе. От коробки до сюда. Смотрите. Не знаю, как вам это передать на камеру. Короче, ходы у кулисы. Кто ездил на девятках, на 99-х, на тому подобном говне, знают, что такое ходы кулисы у этих машин. Здесь же вот. Ну, вот сантиметр. Короче, здесь стоит спорт кулиса. Вся в сборе. От коробки до сюда. И переключения, вот, они просто миллиметровые. То есть, хода вот такие. Называется это, если по-умному, краткоходная кулиса. Щиток приборов. Вот ранний ВАЗ-21010. Что выдает в нем раннюю ВАЗ-21010? Это вот такие шкалы, которые вот таким образом стоят. Это бензин. И это температура. Вот так они выглядят. И маленькое крохотное окошко. Ранний щиток от десятки. Далее, здесь сделана подсветка и пересвет всех кнопок. Но это я вам только ночью смогу показать. К сожалению, сейчас вы вряд ли что-то увидите. Вот, все синеньким горит. Вам, конечно, днем видно. Но весь вот этот эмбиент, назовем его так, его видно только ночью. То есть, красиво и круто смотрится он в ночное время. В общем, столько тюнинга. Смотрите, сигнализация с обратной связью у машины. Вот, сейчас давайте закрою ее. Эй, закройся. Вот. И откроем. Сигнализация с обратной связью. Далее, бортовой компьютер универсальный. Показывает скорость, расход бензина, вольтаж и много разных других параметров. Тоже установлен, тоже работает. Мультимедийная система 2.1. Она включается, работает. В ней есть Bluetooth. Пожалуйста, Bluetooth, радио, MP4. Можно смотреть видосы. Жаль, телевизор сюда китайцы не завезли. Ну, вы поняли шутку. В общем, вот, тоже это чисто тюнинг нулевых. Вот такой вот огромный двухдиновый магнитофон. Подсветка бардачка. Ну, сейчас вам тоже ее не видно, такая голубенькая. Ого, бардачок обшит кожей внутри. Ёб твою мать, я даже этого не заметил. Сука, они даже внутри бардачок кожей обшили. Вот это, конечно, да. Вот такие войлочные, посмотрите. Вот они, стойки стекла. Козырьки обшиты в кожу. Вот, тоже все сделано по красоте. Сзади блины стоят пионеровские. В общем, за вот такое счастье всего 50 тысяч рублей. Теперь, я надеюсь, вы понимаете, почему я не смог устоять. И почему я это приобрел. Но это мечта. Даже если с этой машиной у меня на канале ничего не сложится, неважно. Я на ней покатаюсь какое-то время. Поверьте, я на ней действительно буду ездить и буду действительно ее эксплуатировать. Просто потому, что это, блин, несбыточная мечта юности. Так, что ж, пойдемте. Самое главное-то я вам покажу. В чем здесь самый главный тюнинг и что здесь самое дорогое в этом автомобиле. Насколько все прикольно. Здесь у нас стоит головка от инжекторного автомобиля. Впуск инжекторный. Все инжекторное. Крышка мотора инжекторная. Генератор свежий, причем инжекторный. Кто-то менял стартер уже. Маленький, крохотный, как он, редукторный называется. Вот. Здесь ДМРВшка, соответственно. Я вам сейчас, к сожалению, никак номер двигателя показать не смогу, чтобы он был для вас читаем. Но мотор действительно родной. Это 21083. Вот именно тот двигатель, который у нас указан здесь, на вот этой вот шильде. Самое крутое, даже если с этой тачкой ничего не получится, как проект. Просто у нее с документами есть какие-то проблемы, я вам расскажу о них позже. Даже если с этой тачкой именно как проект, если мы на учет не сможем поставить, неважно. Вот этот мотор, именно 21083, но полностью переделанный в инжектор. Если его чуть помыть, а залить там прочее. Он стоит минимум 20 тысяч рублей. 20-25. Объясню почему. Потому что вы, владея своей какой-нибудь, ну не знаю, девяткой, у вас старенькая девятка, 98-го года. Вы ее там всю напидорили, сделали красивую. Вся она у вас отличная. И вы хотите оставить родной мотор, чтобы он по документам оставался родным. 21083. И при этом сделать свап на инжектор. Это огромные деньги. Если считать это все и делать это все по уму самому. Не купить вот такой готовый комплект, да. А если делать это все самому с нуля. Это как раз и выйдет в эти минимум 20 тысяч рублей. А здесь уже готовый свап комплект. Также можно и коробку сразу продать. Она у нас короткоходная, крутая. Все передачи работают. В общем, вот это вот сердце этого автомобиля, из-за которого тоже по большей части эта машина была приобретена. И смотрите, здесь даже корбовые не пытались провода убрать. Вот они. Это у нас на коммутатор провод. Там на трамблер валяются провода. То есть все вот эти вот родные, назовем так, да, заводские. Заводская проводка корбовая, она вся осталась. То есть вот она. Висит у нас без надобности в данный момент времени. Ну, короче, много здесь таких мелочей приятных. Даже вот эта лампочка работает. Вот. Как вот помните, кто Бобра видос смотрел, он говорил, если в машине в подкапотке работает лампочка, это уже значит, что хозяин за ней следит и ухаживает. Вот тут и работает эта ебаная лампочка. Тихо, блин, тихо. Ну, а теперь совсем небольшая ложка дегтя в этой бочке меда. Машина гнилая на сквозняк. У нее даже вин номер сгнил. У нее сгнили последние четыре символа вина до такой степени. Я вчера их очистил кое-как. Силуэты какие-то появились. Ну, не знаю, встанет ли она на учет. Понятно, что это не измененный вин. То есть, в принципе, ну, в местном МРЭО, наверное, на меня боковать не будут. Потому что всем все понятно. Машине столько лет, 25 лет. Она просто сгнила уже за это время. Но первое самое плохое, это отсутствие трех последних знаков вин номера. Второе плохое. У нее складываются стаканы передние. То есть, стаканы передние трухлявые настолько, что когда едешь 80-100 на ней и даешь угла, ну, назовем так, рулем, да, чувствуешь, как стаканы вместе с тобой складываются. То есть, меняют свою форму и геометрию подвески, назовем так. Ну, и сама по себе она очень-очень гнилая. Я думаю, это видно. Ну, пороги еще есть. Сзади ничего уже не осталось. Здесь арки тоже. Ну, то есть, видно, она гниловатая. Ладно, все, про все рассказал. Но не купить, не купить я не мог. Это, ребята, то, о чем я, ну, клянусь, мечтал в своей юности. Я прям, ну, хотел такую машину себе. Это вот самая пацанская заряженная была вот тачка у меня на районе. Если бы я такую купил в те годы. Естественно, она была бы лучше в состоянии, не такая, как сейчас. Ну, да ладно. Самое прикольное, что у нее даже чек тухнет сразу, смотрите. Включаем зажигание. Сейчас, релюшка сработала. Э. А. 10 вольт? Ты серьезно? Новый аккумулятор стоит. Да ебать твою мать, блядь. Я новый аккумулятор поставил на нее вчера. Нет, завелась. У нее еще выхлоп Акропович стоит. А почему она так заводится-то меня, это напрягает? Ну-ка. Смертельный номер опять достал ключ. Выхлоп Акропович, ну. Сегодня есть чем заняться, пацаны. Выхлоп менять, блядь, надо. Разбираться, откуда он сечет. Он на улице пиздец шумит. Так, свет включаем. Все кнопки, все работает здесь. Сейчас прогрею ее, чутка соберусь. Мне вещи надо сдачи тут взять. Захватить некоторые. Мусор выкинуть, съездить. Как раз эта машина идеально подходит, чтобы мусор на ней вывести сейчас. Потом я там пара-тройка мешков скопилась. Ну что ж, поздравляйте меня. Жду в комментариях ваше поздравление с покупочкой. Да, ребята, это непередаваемое ощущение. Подвеска работает, все работает в целом. Не была бы она такой гнилой, задувает отовсюду. Ну, воздухом холодным задувает. Как в копейке у меня, пока не переварили ее. Дует по ногам там отовсюду. Ну, пороги дырявые, сами понимаете. Нища дырявая. Но вайбы офигенные, просто, блин. Я еду на своей мечте, пусть и спустя столько лет. Знаете, надо своей мечты как-то реализовывать. Даже если это уже, может быть, даже кажется неактуальным как-то. Ну, типа, глупость детская, какая-то забава. Нет, вот. Я считаю, даже если у меня сейчас номера снимут повторно, даже если я ее в разбор пущу, я на ней два дня покатался. Покатался нормально. Все равно свои деньги. Я верну в любом случае. Просто будут у нас очередные серии по разбору автомобиля. И сдача его в металл. Кузов автомобиля в металл. Ну, ладно. Я на плохое не настраиваюсь, ребят. Это просто такое. Ну, вдруг такое может произойти. Вдруг там сейчас за углом меня прижидают полицейские. Естественно, они эту ладу остановят. Я в этом уверен. На 100%. И могут начать пробивать по базе. Увидеть, что у нее уже изымались документы. Ну, вы поняли. СТС-ка и так далее. Сейчас еду за кофе. Попью кофейку. И забыл вам про самый крутой тюнинг этой тачки-то сказать. У нее сзади дисковые тормоза 14-е. И спереди вентилируемые 14-е. У нее, короче, в круг установлены 14-е вентилируемые тормоза. Только диски какие-то кривые. Бьет пиздец тормозные. Когда тормозишь, всю машину калашматит в разные стороны. Короче, у нее в круг 14-е вентилируемые диски. Это пиздец. И даже ручник работает. Даже реализовали работу ручника на такой истории. Музыка долбит. Музычка работает. В кармане нет денег, и я слипла в телек. Хочется тусить, но сегодня понедельник. Опять ничего не делаю, но это не напилка. Мне срочно нужен папик или новая работа. На чек-то тянешь мальчик и трясешь налички. Ты хочешь посмотреть на мою миленькое личико. Какие онлифансы? Да, звуки при торможении страшные, конечно. Такое ощущение, что еще крабы разъехались. Надо посмотреть, кстати. Я что-то тупанул, даже когда покупал и не посмотрел, в каком состоянии крабы у нее. Такое ощущение, что крабы разъезжаются, когда ты тормозишь. Да. Вот это аппаратура, ребят. О! О! Блядь, а блокер колесо чиркает. Сучара, блядь. Короче, краб походу съебался. Блядь. Блядь. Когда тормозишь, колесо облокер хуярит. Сука. Крабы где? Да не заебись, крабы охуенные. А что колесо уходит так сильно? Крабы на месте оба. Заебатые причем. Для ее гнилого кузова крабы вообще при восходном состоянии. Не понимаю, что тогда она... Почему она так сильно-то вот тормозишь? Может, резинки в крабах уже пиздец? И она прям... Колесо откатывается, я слышу, назад и в лакерах хуярят колеса. Моя местность не квадрат, а паралепипед. Знают это студики во всех уфинских вузах. Знают заробрацию, при этом все гоняют в угол. Помнишь, прошлую осенью от уника через дорогу? Развернули лавочку по сбыту legal smoke. Спотели преподы, спотели люди в деканате. Девочки и мальчики не в адеквате. Сессия, новый год, legalage запретили. Вроде бы закон, а ту лаку так и не прикрыли. Выручка хорошая, об этом знали в ГНК. Раз в неделю забирали налег с лавочкой слегка. Чувство, что мне снова 18 лет, и я все-таки купил такую машину. Рэпчик, вот этот старый, олдскульный именно рэпчик. Тех лет, которые слушали. Тюнинг, который здесь сделан в салоне, именно из тех лет. Это десятые года, да. Вот такой тюнинг, это мода десятых годов. Магнитола эта двухдиновая, несуразная, которую врезали лобзиком сюда. Тоже это все тюнинг нулевых, вот. Бля, десятых вернее. Такой кайф на ней ехать, вы не представляете. Выхлоп Акропович. Бля, а че такая веселая хуйня? Сейчас за кофейком заеду, пацаки. Подстаканник только нет, вот сюда поставлю, наверное, кофе. Хуй знает. Как-нибудь решим. Может, между ног засуну. Может, и на движке, да ну и нахуй покурю, а лучше стишки. Звонил, звонил, в протаже только смеси. Да ну и нахуй покурю я лучше в лесе. Там по дешевке один-три кошки и на движке. Да ну и нахуй покурю я лучше стишки. Ой, ну все как в юности, реально. У меня все машины такие были. Все травили газом в салон, блядь. Когда пассажиров я возил, все в охуе были. Как ты можешь в ней, ну типа, как ты можешь на ней ездить? А я говорил, это моя ласточка. Давай не этот. Не слово больше про мою ласточку. Иначе пешком пойдешь. И все моментально затыкались. Так, все, паркуемся. Ручник, передача. Все по стандарту. Так, центральный замок. И закрываем с пультика. Ну че здорово, пацаны, как ваше ничего? Все на тазах катаетесь и курите говно. Я дверь свою BMW открыл, за кофе полетел. С утра стаканчик пропушу, еще не пил, не ел. Ну а потом до гаража тихонько дорулю. Достану камеру, начну снимать свою хуйню. Вы думаете, так легко ебалом торговать? Но нихуя подобного, это работа, блядь. Давай, давай, скорей, дружок ты, Гоев, прогревай. Помойку новую купи и конкурс опускай. Сними с лохов, ты три цены уби. Ну что, друзья, благополучно добрался до своего села. И знаете, это тот самый случай, именно тот самый случай, когда лучше на машине. Пусть на такой, пусть за 50 тысяч рублей, чем пешком. Просто обычно говорят, да я лучше пешком, чем на подобном говне. Но нет, в этом случае, как ни странно, приятнее ехать на этой тачке. Нормально, довезла, в Ногинск заехал, там по делам еще покуролесил, короче, на ней. Много куда съездил за кадром. Ну там, ничего такого интересного. Просто сгонял. Нормально возит, внутри тепло, мотор работает. Единственное, выхлоп надо, ну сами понимаете, неприятно. И по звуку неприятно, и по запаху в салоне неприятно. Надо с этим разобраться. Также, для того, чтобы на ТОшку ехать, ТО делать, надо фаркоп снять. Фаркоп надо отрезать, там вон от него розетка есть. Прицепы дед таскал, видимо. Ну, кто владел ей, не знаю, до этого. Короче, фаркоп либо снять, либо отрезать. Посмотрим, как пойдет. То же самое, что-то с диском придумать. Не знаю, пройдет ли ТОху на разных дисках. Ну, можно всегда сказать, типа, только что пробил колесо. Вот, поставил запаску, как есть. Ладно, есть чем с ней позаниматься, не переживайте. Что-нибудь да придумаем. У нас уже холодно. Я пошел в тачку, просто вам, так скажем, рассказал. О, она даже пишет, что дверь открыта. Видите? Насколько здесь заморочились. Салон А4. Когда переносили, даже подключили все эти кнопочки. Все подключили. В общем, я прям доволен. Ну, вот реально доволен. Типа, такая прикольная лайба. Просто вернулся в юность. Просто вернулся. В то самое время, в ту самую пору. И мечта осуществилась. Все, сейчас до гаража поеду. У меня там круизер стоит в гараже. Я его просто закатил. Там все места в гаражах были заняты. 99-ю взял. Круизер закатил. Будем выгонять. Надо лезть, смотреть, что с выхлопом. Блядь, главное, чтобы не штаны, сука. Если штаны, пиздец, там ебли будет снять, открутить все это. Ну и денег тоже штаны стоят нормально новое. Ну ладно, это уже решим. Просто с таким выхлопом на техосмотр. Глупо ехать, ребят. Я его даже за бабки не пройду. Даже за кашель. Ну вы поняли. Вообще, бляаа. Вернулся. В прошлое. Вот серьезно. За полтинник лучше не купить. Либо мне повезло, знаете. Либо в целом за 50 тысяч еще машины можно вымутить. Ну понятно, что у нас не та с учета, да? На ней-то ездить по-хорошему незаконно. Но я к тому, что вот по селу, типа, ездить, да? Так как пацаны молодые. По селу, по дворам там нормально кататься. Приучаться к автокультуре. Заехал. Тихо, блядь. Заехал в автомагаз, купил фильтр самый дешевый. 350 рублей масляный. Сейчас как раз на яму ее загоним. Там масло чернее ночи. Мне кто ее продал, пацан, сказал поменяй сразу, типа. Я уже 250 км на ней проехал. Вот самый дешевый фильтр. Я вам покажу масло. Короче, прикиньте, на Озоне выхватил масло по 215 рублей за 4 литра. Я сейчас не шучу. 215 рублей за 4 литра масла. Не за литрушку, а за 4-шку. Так что мы сюда зальем масло за 215 рублей. Интересно, как оно себя покажет. Хотя этому мотору... Так, э, блядь, стартер опять. Что-то стартер, блядь, того начинает, опять начинает, блядь. О, стартер опять начинает. Опа. Блядь, стартер заклинил. Так, все, отклинил. Стартер опять начинает, блядь. Зачем начинает стартер, блядь? Блядь, стартер зачем начинает, сука, блядь? Зачем начинает этот стартер, блядь? Блядь! так мотор прогрет по максимуму 90 градусов ровно сейчас пойдем сливать фильтр менять сейчас я вам приколю какое масло по 215 рублей купил акция была на озоне волга oil вот такое 1540 api sfcc вот такое масло взял 2 больше мне озон не дал заказать почему-то но может остатки были на складе две штуки взял короче все это масло 430 рублей за 8 литров я считаю я как чувствовал что у меня будет вот такая подобная машина типа вот этой 99 фильтр дороже масла стоит фильтр 350 рублей а самый дешевый я им говорю в магазине может у вас есть какие-нибудь ушные но вы там их это промываете и потом продаете нет горит вот самый дешевый джом они немецкий самый дешевый все сейчас выгребную яму спускаемся будем откручивать сливать масляный фильтр тоже снимать и надо посмотреть будет потом где у нас все-таки сечет выхлоп так ребят по низам днище бодренькая ленджероны на месте никуда деваться не собираются стаканы жалко даже но есть и пороги вот все на месте даже под домкратники целые и тут и тут целый под домкратник все целое абсолютно все целое гнилые ток стаканы у нее ну и вот тут где сиденье где вам показывал вот тоже кусок оторвался уже вот ну ладно бог с ним короче здесь защита но здесь есть вырез под пробочку вот чтобы масло сливать так чего у нас еще а выхлоп смотрите прогорел нахуй хомут вот хомут прогорел и там дырка прям вот это вот высыпалась короче этот колечко уплотнительная у меня по моему ремкомплект где-то лежит надо в гараже искать у меня был ремкомплект колечко вот этого надо его отрезать скорее всего он не открутится но я попробую открутить но скорее всего придется резать болгаркой вот тут сечет выхлоп вот прям все черное вокруг вот отсюда он со стыка сечет так что сейчас масло сейчас буду сливать масло и будем делать глушитель вся замена масла мне выйдет получается 215 рублей и 350 меньше 600 рублей а вы говорите автомобиль в двадцать четвертом году дорого содержать ребят вы просто не те автомобили содержите понимаете не надо покупать каен и по низу рынка надо покупать ладу по низу рынка да ну и отработка здесь сейчас будешь с волга ойл ездить надеюсь эмульсия не начнется просто масло называется волга ойл а все что связано с волгой 400 кривым мотором это только эмульсия больше ничего то есть синоним до волги эмульсия и 400 кривой двигатель все пускай сливается фильтр буду дергать сверху отсюда неудобно из-за защиты фильтр я отсюда не сдерну я буду сверху потратил как-то отодрать но и колечко вот это надо найти я точно помню но если чая доеду до магазина нато стоит 150 рублей вот здесь вот я все уголок старьевщика автоваза короче точно помню вот это кольцо на мне все смешалось блять я его туда-сюда телепалки дал куда-то и походу просрал по итогу у сука до ел твою мать может быть здесь а вот она вот он колечко все вот два года лежала не зря не зря надеюсь это она но по идее должно быть это у меня еще с копейки джиги короче сейчас масло фильтр скручу новый прикручу полезу менять надеюсь пердень и вот это прекратится выхлоп тихий станет так ребят поменял хомут короче но 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 сука там две трубы и что самое паскудные штаны тоже там трещины на железе и они сгнили именно вот в этих сочленениях которые к вот этому асбестовому кругу короче стыкуются и там трубы обе сгнили и штаны ебать его в рот и задние и средняя часть короче обидно я затянул как мог не заводил пока не проверял тоже масло то нет фильтр масляный поставил сейчас будем заливать маслица давай кто захочет тоже за две сотки взять не утруждайтесь на озоне уже его нет я походу последний канистры забрал за 200 рублей а то сейчас тонь после моего видоса побежит искать это масло века и 215 рублей вот целые эти воронки нахуй на то лада тут на глаз хуяришь как этот писаешь когда знаешь аккуратно вот смотри у мужчин прицел есть с детства мальчик такое тоже бывает жизнь чуть-чуть различ потому что мама всегда кричит чтобы на ободок не писали сейчас заведем как ты думаешь будет глушитель работать или я плохо затянул и все неправильно и насрал везде я тоже не знаю просто прикручивать бага гайки выхлоп работает все никакого пердежа это в банке я доволен капец все так чё у нас по итогу масло заменено воздушник пока не менял 650 рублей фильтр воздушный стоит я этот продаю компрессором нахуй масло поменено выхлоп нормальный так осталось вот чем я забыл либо отрезать сейчас надо будет вот этот вот фаркоп либо хер его знает сейчас буду думать пацаны если получится открутить откручу не получится отрежу и надо будет уже ну вернее не то что надо будет можно уже будет на днях записываться на тошку ехать делать ей тро и после этого думать что-то с учетом мы позаботимся а что-то мы не мы мы так фаркоп пришлось отрезать ребят к сожалению он там очень основательно установлен под бампер там огромные силовые части просто отрезал его все визуально у нас о фаркопе напоминает только вот это выемка на бампере теперь докопаться не должны но без причины назовем так докопаться то что вот фаркоп стоит нештатно и так далее сейчас габарит надо починить вот этот вот левый и вот чё по вин номеру то я вам показал хотел показать вот три символа последних отсутствуют ну ладно не такая проблема решаемо все думаю на учет станет так масло убираем остатки все сейчас чек-лист самый основной выполнен масло заменено глушитель починен никаких пропёрдышей больше нет все работает фаркоп удален сейчас разберусь с габаритами сделаю задний габарит и можно будет ехать делать ей техосмотр 40 лет будто бы под наркозом ты работал говновозом говновозом и не шофером и не таксистом а вонючим говночистом говночистом говновоз не очистит говно от колес если даже духами обдать все равно продолжает вонять говночист должен быть закаленный перечист Говно чист, запинать и говно Говно После очистки говно от колес Если даже духа не отдать Все равно продолжает вонять Говно чист, должен быть закален и перечист Говно чист, запинать и говно Приезжают к нам туристы Я скажу, народ говнистый И такая вот зараза Гадит мимо унитаза Говно, босс не очистит говно от колес Ну что, друзья, видос будем заканчивать там же, где и начинали На дачке, на кухне Короче, вот такая вот сегодня была серия Вот такая вот спонтанная, но интересная покупочка Я надеюсь, вы все оценили Машина реально прикольная Машина заряженная, машина спортивная Все, сейчас я запишусь на техосмотр Утрясу все вот эти бюрократические нюансы И уже, наверное, в следующей серии будем пытаться ее как-то легализовать Поставить на учет и получить на нее номера Я вам уже рассказывал Показывал, что винномер там сгнил Есть тоже множество нюансов Ну, переделка на инжектор не в счет, в принципе Эта система впрыска никого касаться не должна Потому что мотор родной Как был, так и остался Ладно, в общем, я надеюсь, будет интересно У меня планы наполеоновские на эту машину Но что будет, то будет Загадывать не буду Дело в том, что мы все равно ничего с вами не теряем Если даже я сейчас сделаю техосмотр И мне какое-нибудь постановление Отказ в регистрации выпишут Либо на экспертизу отправят Это, возможно, даже лучше Знаете, как говорится, что Обычному человеку плохо То блогеру контент, так скажем Хоть на экспертизу съезжу хоть раз Такого вот ведрища за 50 тысяч рублей Ладно, ну я надеюсь, без этого обойдется Меня там в моем местном ГАИ Как облупленного знают Естественно, там видно, что это не криминал Просто с возрастом у машины Прогнили три последние цифры Вин номером Ладно, вот такая вот была серия Надеюсь, вам было интересно Сегодня со мной побыть Ставьте лайки Подписывайтесь на канал И, конечно же, оставляйте любые свои комментарии Увидимся с вами, я надеюсь Через неделю В новом видео с этой машиной Надолго не прощаюсь Спасибо за просмотр!